Что же является двигателем всего и вся? Конечно же, это идея. И сегодня в нашем мире это самое дорогое, что можно в том числе и монетизировать. 100, 200, 1000 идей для нашей родной Белоруссии – это ваш вклад, дорогие ребята, в то, чтобы и сегодня, и завтра мы жили лучше. Основная задача республиканского молодежного инновационного проекта «ПРСМ. Стой. Идеи для Белоруссии» это не только найти идею, но и воплотить ее в жизнь. Защищают свои проекты ребята на конкурсе в два этапа. Первый – выставка-презентация, в ходе которой компетентное жюри знакомится с представленными работами. Второй и главный – защита своей работы перед экспертным советом и пояснение, почему именно эта идея самая лучшая. Молодежь у нас сегодня зациклена не только на бизнесе, но и в том числе на обществе и социальных проектов. И это говорит о том, что у нас большая часть проектов из 48 занимает номинацию «Общество и социальная сфера», а также информационно-коммуникационные технологии, потому что это сейчас актуально, и молодежь идет в ногу со временем, поэтому именно эти сферы затронуты. Но также у нас и есть проекты в сфере промышленных технологий, строительства, химических технологий. То есть абсолютно разные сферы жизнедеятельности человека здесь сегодня представлены и затронуты. Валерия Цибрук из Пружан уже несколько лет продвигает идею нетрадиционной системы рисования, нейрографика. Этот вид искусства помогает детям с особенностями научиться концентрировать свое внимание на мелких деталях, процесс рисования несложно заключается лишь в изображении плавных линий и форм с использованием разнообразия цветов, что активизирует мысленную деятельность. Мечта Валерии – создать мобильную комнату, с которой она сможет перемещаться по Беларуси и обучать других педагогов, тем самым помогая еще большему количеству детей. Дети очень позитивно относятся к такому рисованию, им нравится. У многих детей есть проблемы с концентрацией внимания, но во время рисования они очень сильно концентрируются на рисунке, и это помогает им снять напряжение, поднять настроение. Проект участников из Кобрина Николая Колосуна и Александра Пашинского – это трогательная история о помощи слабовидящей девочке из их школы, для которой они сами сконструировали 3D-принтер, конвентирующий обычные книги в книге Брайля. В школе есть девочка, у которой есть нарушение созрения, и она покупает, ей покупают книги, и она читает книги точно рельефного шрифта. Но они очень дорого стоят, и поэтому мы решили создать для нее принтер, чтобы печатать ей эти книги самостоятельно, чтобы уменьшить затраты. Данный принтер даст возможность не только ей распечатывать книги, чтобы она читала, но и облегчить работу учителям, которые ходят на домашнее обучение, чтобы приходить с материалом, уже распечатанные на шрифты Брайля, которые она сможет читать по любым предметам. Есть программа на языке программирования Python, в которую вы вбиваете текст, и потом нажимаете на одну кнопку, и он, получается, печатает, конвертирует из обычного текста в текст, написанный Брайлем, и при помощи прошивки, которую вы в самом микроконтроллере, он уже начинает печатать. По словам разработчиков, если проект удастся реализовать, они выложат в открытый доступ шифр программы и инструкцию по сборке 3D-принтера. Таких интересных, креативных и нужных проектов участники феста 100 идей для Беларуси представили порядка 50. Кто окажется победителем, кто получит поддержку, узнаем уже скоро, после проведения республиканского тура проекта.